Безлюдные улицы, разбитые российскими снарядами дома и несмолкаемые канонады – так сегодня выглядит посёлок городского типа Нью-Йорк. Его от временно оккупированной Горловки отделяет лишь линия фронта. Здесь остаются жить около двух с половиной тысяч человек. «По сути, это их тактика террора мирного населения. Каждый день здесь есть попадания. Позади меня вы видите последствия таких разрушений. В большинстве страдают мирные жители, потому что эти авиабомбы в основном неуправляемого действия. Есть у них и управляемое, но их немного. И в большинстве они неточные». Для Нью-Йорка войска Российской Федерации применяют свою отработанную тактику – выжженная земля. Точно так же, говорят военные, было и в Попасной, и в Бахмуте. «Это лопасть ракеты, какой именно, пока мне не сказали. Но видно, что она авиационная». Бывают дни, говорят украинские защитники, когда противник за день наносит до шести авиационных ударов по Нью-Йорку и соседнему Торецку. Гул двигателей самолётов тут не стихает. «Прорвать первую линию обороны на этом участке фронта войска Российской Федерации пытаются регулярно. Но их попытки безрезультатны». «Они боятся нам навредить, плюс терять людей, штурмовать. Наше задание сейчас – это оборонительный бой. Поэтому мы находимся в обороне и достаточно удачно. Сейчас почему наше направление важно? Во-первых, это выравнивание линии фронта. Во-вторых, позади нас находится населённый пункт – Торецк. Он очень важен, как транспортная развязка, логистика. И потеря Нью-Йорка – это прямой выход на Торецк и Константиновку». Бывают такие дни, когда обстрелы ведут не только авиации, а также из миномётов и гранатомётов. Несмотря на это, украинские военные говорят – тут относительно спокойно. И докучает больше жаркая погода, чем атаки. «Так мы здесь ещё не воюем, больше наблюдаем. Нормально, у нас есть душ, если что». «У нас душ есть, если что». Свой позывной Александр получил не случайно. О том, что Россия начала полномасштабное вторжение, узнал, находясь в Италии. В начале марта 2022 года уже был в Украине. И сразу отправился в военкомат. На счету бойца бои за Луганскую область. Там он получил тяжёлое ранение. «Сейчас после ранения вернулся. Первое было попасное, потом золотое. Потом получил ранение и сейчас вернулся». Вместе с Александром на дежурстве Владимир. Говорить о себе защитник стесняется. А вот о своём боевом оружии готов рассказывать часами. «Здесь я вам скажу, слава богу, более тихая позиция. А если взять дружбу, последний раз были. Бахмут. Я 26 коробов выстреливал за день. Это 2600 патронов. Это прикрытие наших ребят, моих побратимов». Линия обороны на этом участке фронта еще с 2014 года. Самые массированные штурмы россияне проводили здесь минувшей зимой. Но занять украинские позиции им так и не удалось.